Аня, можно вас на секундочку? Ну тогда позовите директора нам. Директора нет? Ну так оставь, когда у нас расчет будет. Когда у нас будет расчет? Это группа людей, бывший штат местного кафе быстрого питания. Кто-то проработал несколько лет, кто-то несколько месяцев. Итог уверяют один все вместе, они остались без работы и без заработанных денег. Все, никто не выходит, так мы и стоим, деньги свои питать. Все убежало, а так всегда. Так с нами выговариваете здесь. Такая реакция управляющей вполне предсказуемо рассказывает экс-сотрудники. Женщина переадресовывает их к директору, тот обратно к ней. И так по кругу. Вы приходили, говорили, что мы хотим заработную плату получить. Просто говорить, что в компании трудности получите порядки очереди. А когда это порядок очереди? Просто никак. Мы задали такой вопрос, ваш ребенок кушает? Да, кушает. Почему наши дети не кушают? Просто вот так разъели руками. Своих заработанных, помимо Татьяны, не дождались еще пять человек. Это, говорит, лишь те, кто решил созвучить проблему. Добавляет пострадавших, может быть, и больше. Обращались в различные надзорные ведомства, в том числе местный следственный комитет. Там документы перенаправили в трудовую инспекцию, ждут. Ждут решения и прокуратуры. Таких проблем можно было бы избежать, если бы на руках были трудовые договоры, рассказывают обманутые. Вот только люди поверили бизнесмену на слова. Теперь из доказательств у них остались свидетельства очевидцев и видеокадры с рабочих мест. Ведь сейчас руководитель вообще, похоже, забыл, что знаком с бывшими сотрудниками. Наследные договора ничего не составлял. Мы предлагали ему составить. Он отнекивался и на следующие дни переносил. Мол, завтра, послезавтра составим. И все. И так он не составил. А потом в один прекрасный день я прихожу на работу. Я говорю, что-то меня не устраивает это все. Я буду, скорее всего, увольняться. А мы, говорит, тебя как раз хотели уволить. Ты, говорит, уволен. Экс-сотрудники заведения намерены искать правды в суде. Заодно в соцсетях подробно описали действия предпринимателя и антисанитарные условия, в которых пришлось работать. Но между тем само кафе все еще открыто. А руководитель, видимо, набирает новый штат. Либо вы сейчас уходите, либо я вызываю милицию. Молодой человек, вы слышите или нет? Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.